Самая скандальная премия Муз-ТВ за 18 лет. Самый ужасный звук, который поддался только тем, кто пел под фонограмму. Самые неожиданные победители в номинациях. Привет, ребята, меня зовут Ваня Рассел, это музыкальный канал Рассел Блок, и это мой обзор на премию Муз-ТВ 2021. Сегодня будет горячо. Я вам обещаю. После заставки начинаем обзор. Я очень долго ждал премию Муз-ТВ, потому что премия Муз-ТВ это такая самая масштабная премия, церемония в России, где награждают лучших и где победителей выбирает зритель, народ, слушатель. В этом году премия называется «Начало света». Организаторы, видимо, хотели показать, что вот после пандемии мы начинаем новую жизнь, новый шаг в новую музыку. Но для меня фраза названия «Начало света» абсолютно не соответствует тому, что происходило во время прямого эфира. Красная ковровая дорожка. Что же мы могли наблюдать? Мы могли наблюдать пафос, понты. Но когда ты видишь всех этих тиктокеров, имена которых ты никогда не слышал, когда ты видишь эти понты, вот эту вакханалию, этот детский сад, тебе становится немножко страшно. Не могу, конечно же, я пройти мимо выхода Ольги Бузовой, потому что каждый год выход Ольги Бузовой на красную дорожку – это какая-то шоу-программа. Ольга Бузова в этом году решила возомнить из себя птицу Феникса, которая возродилась после неудачных отношений с Тавой. А вот Алсу перепугалась, что в ее дочке будут спрашивать про накрученные голоса на голосе. В конкурсе участницей детского конкурса «Детская новая волна». Также не могу пройти мимо уделения внимания ЛГБТ. Тот же Даня Милохин, который пришел в образе парня и девушки. Игорь Синяк, который сшил платье 10 дней. Ну и, конечно же, самая главная звезда красной дорожки – это пара Филипп Киркоров и Дава. Горько молодым. Ну а вообще, ковровая дорожка стала начальной вакханалией перед самым большим взрывом. Ну а теперь непосредственно переходим к премии. Премия шла в прямом эфире. Ну тут, конечно, нужно эту фразу взять в кавычки, потому что прямым эфиром с задержкой на полчаса это уже нельзя назвать. На премии кто-то пел вживую, кто-то под фонограмму. Вы знаете, с таким плохим звуком я, конечно же, рекомендовал бы всем петь под фонограмму. Ведь даже фонограмма звучала плохо. Напомню, что премия называется «Начало света». Но от токсичности ведущих коллег друг к другу, от неуважения к друг другу, эта фраза просто перестает существовать. Это все-таки больше похоже на конец света. Я не знаю, почему так в российском шоу-бизнесе, почему так каждый друг к другу относится как-то неуважительно. Бросают какие-то... Сказать, что это неприличные шутки, это действительно очень низкие шутки. Это унижение друг друга. Настюш, ну наконец-таки мы с тобой вдвоем на этой сцене. И есть возможность поговорить, знаешь, так по-девчачьи. Ну а теперь давайте поговорим о творчестве и о победителях в номинациях. Вы готовы? Поехали. Открыла премию Светлана Лобода с песней «Молоко». Обычно света закрывает все премии. Вот она у нас, вот, чтобы закрывать. Я думаю, а что это она открывает премию? Номер был ярким. Света спустилась с потолка в прозрачном ребенке. И ее номер был посвященный матерям. В потанцовке был одет накладной живот, который мигал. Стоял стол посреди сцены в виде креста. Видно, что Свете всегда уделяет внимание на премиях. Выделяет бюджет на номера. Чуть позже выяснилось, почему же Света Лобода открывала премию Муз-ТВ. Потому что ей нужно было ехать на концерт. Ну а теперь про победителей. Победу в номинации «Лучшее видео» взял Тимати и Морген Штерн. Давайте посмотрим немножечко на эту вакханалию. Морген Штерн. Тимати, нет проблем. Нет проблем. Морген Штерн сидел до конца премии, ведь был уверен, что он получит еще плюс две тарелки за лучшего исполнителя и лучшую песню. Но до этого мы еще дойдем. Все, я еще успею сказать, я тут вряд ли за одной наградой. Вы готовы? Сейчас будет разрыв ушей. Ведь дальше будет самое ужасное выступление на премии Муз-ТВ 2021. Это Клава Кока и Нелета Краш. Ребята решили спеть вживую. Показали номер, который очень сильно похож на номер и время из стекла с M1 Music Awards. Клава Кока как-то пыталась вытягивать своим голосом, ведь Клава Кока умеет петь. А что по Нелету? А Нелета вместо того, чтобы петь, он просто орал, кричал, хрипел. После этого я сделаю голос микрофона на это выступление. И больше подробнее расскажу вам, что же и почему так Нелета плохо пел. Ну это даже не пел, почему он даже плохо кричал. Здесь есть причина плохого звука, но есть и другая причина. Так что дождитесь следующего видео. А вот прорывом года стала группа Добро. Звук поставим на все. Я, кстати, очень искренне рад за ребят, потому что они даже на красной дорожке очень сильно хотели победить именно в номинации Прорыв года. Сергей Лазарев выступал с песней Снег в океане. Он стоял в глазу девушки. Был живой звук. И Сережа еле справился с этим живым звуком. То есть, ну профессионал есть профессионал. Но знаете, Ксения Собчак, как всегда, неудачно пошутила. Сказала, что Сережа Лазарев в глазу каждого из нас. Сережа, люблю тебя. Сережа, спасибо. Боже мой. Сергей в глазу каждого из нас. Ну это типа про слухи, про его личную жизнь. Боже мой. Было выступление тиктокеров. Мегамикс. Не знаю их имена. И честно, знать не хочу. Кроме, там есть один, который поет «Ягода малинка». Вот он неплохо пел. Ну как пел. Ну интересный у него материал. Пели они наполовину там кто-то под фонограмму, кто-то вживую. Но даже тиктокеры вживую, тиктокеры, пели лучше, чем Нелету. Типа который музыкант. В номинации «Лучшая коллаборация» побеждает Клава Кока и Нелета. Красно! А лучшим женским видео стал клип «Молоко Лободы». Как вы думаете, Лобода, наверное, вышла получать тарелочку? Конечно же нет. Потому что Нателла Крапивина уже в который раз, на которой премии, выходит вместо Лободы получать тарелки. А теперь мне нужна ваша помощь, чтобы вы мне помогли узнать, пела ли Полина Гагарина вживую или под фонограмму. Ведь у меня создалось впечатление, что это была фонограмма, слишком хороший звук. Но вот под конец мне показалось, что это был живой звук. Ребята, давайте. Фонограмма, пререкорд или живой звук? А вот специальная премия «Артист 25-летия». Знаете, кто ее получил? Дима Билан, который сам был в шоке от того, что неужели я 25 лет на сцене? Нет, Дима Билан не 25 лет на сцене. Но вот ему решили вручить вот такую специальную премию. Я рад, кстати, за Диму Билана, потому что в последнее время как-то про него забывают. И забывают, то ли у него что-то в жизни происходит такое неладное. И это видно. Видно, что он не горит на самом деле, так как он раньше горел. Артур Пирожков тоже пел под фонограмму. Но тут, я не знаю, вообще Артур Пирожков когда-то пел в своей жизни вживую. Ну, проехали. Лучшей группой стала группа Little Big. Ах, ребята, было еще одно позорное выступление, я же забыл. А, ну да, это сложно назвать выступлением. Слава Марлоуф, ты горишь как агония. Знаете, Слава Марлоуф, видимо, пересмотрелся Джастина Бибера, который Джастин Бибер часто откладывает микрофон, и типа там играет фонограмма, и Джастин Бибер танцует под свою музыку. Что сделал Слава Марлоуф? Запустилась его фонограмма, плюсовка. И он говорит такую фразу, что я так устал от этой песни, пойте вместо меня. Прошу вас, пойте ее вместо меня. Чувак, ты серьезно? Это такое неуважение к музыкальной индустрии. Это такое неуважение к премии. И если организаторы пошли на это, я не понимаю, что руководило организаторов. Рейтинги. Рейтинги руководили. Ведь на месте Слава Марлоуф мог кто-то быть, кто бы хотел действительно спеть, и показать хороший результат, крутой номер. Но также было фанерное выступление Дани Милохина с Басковым. Унитаз. Ну, браво. Ну, типа эра тиктокера. Просто начало света, как вы говорите. Потом было фанерное выступление Киркорова с Давой. Ну, вот Киркорова с Давой была интересная задумка. Мусорка, трактор. Это было смешно. Киркоров умеет держать грань между тем, чтобы стать посмешищем, и тем, чтобы сделать шоу. И эта премия превращается не в начало света, а в конец света. Вот эта премия для меня, это конец света. Это конец какой-то эры музыки. Но людей, так сказать, с ограниченными возможностями надо все-таки жалеть. Скажите, почему вы сегодня на коляске? Я тебе уже несколько раз говорил. Надеюсь, это будет последний. С тобой говорить под камерами я буду тогда, когда ты мне заплатишь. Нужны так деньги? Вы же богатый человек, Моргенштерн. Вам же платят за концерты. Нет, вот так вот вы будете своему официанту делать. Мне вот так вот делать не надо. Теперь мы знаем, за сколько продается Моргенштерн. Старик, проси шесть, и мы вдвоем порвем эту дрянь. Что ты готов в этой жизни делать бесплатно? Расскажи нам. Бесплатно? Любить? Я вот знаете, я вот сейчас сижу, думаю, как подобрать какие-то слова. И я вам клянусь, я просто посмотрите. Не понимаю, я смотрел музыкальную премию или я смотрел какой-то Дом-2. Боже мой, как же в моем обзоре без плагиатов? Конечно же, я нашел плагиат на премии Муз-ТВ. Это заставки перед выступлением артиста. Мне эти заставки напомнили заставки, вот эти титры украинского национального отбора на Евровидение. Сергей Лазарев Кто же победил в номинации «Лучшее мужское видео»? Орден Андрея Первозванного получает Юркис Даже здесь его упомянули. А на самом деле победил Лучшей песней стала песня Джонни Комета Лучшей певицей стала Зиверт А лучшим исполнителем стал Артур Пирожков Я думаю, что эта победа действительно повергла многих в шок, потому что даже я думал, что лучшим исполнителем, не певцом. Не путайте слово исполнитель и певец Лучшим исполнителем станет Моргенштерн Потому что действительно его статистика за эти два года, его просмотры на ютубе, его прослушивание, его вообще вот эта карьера Это постоянно первые места Это постоянно хайп и рейтинги И когда побеждает Артур Пирожков Я думаю, что сейчас будет вакханаля на сцене и она начинается Я не верю, что фан-база Джонни перебила фан-базу Моргенштерна Или фан-база Артура Пирожкова перебила фан-базу Моргенштерна Ведь у нас нет результатов на руках Нам их никто не показывает Я и мои слушатели знают, кто победил в этой номинации Мне не нужна тарелка Мне кажется, что в этом году вообще все плевали на голосование И просто раздали тарелки Знаете, там Егору Криду, одну тарелочку Моргенштерну Там Зиверт, там Джонни Там Артик и Настя Кстати, Артик и Настя победили в номинации лучший альбом Ведь что-то я не припоминаю, чтобы в этом году хотя бы кто-то забрал две тарелки Все взяли по одной тарелке Несмотря на милое личко Алкоголичко Алкоголичко Мне грустно, мне грустно, потому что это самая скандальная, самая неудачная премия Муставе за все 18 лет Я пришел сюда за правдой Правда написана на моей шее А что думаете вы? Напишите в комментариях обязательно Мне очень интересно почитать ваше мнение А также не забывайте, что у меня будет еще обзор интересный на клип группы Рамштайн Там трэш полнейший И трэш голоса микрофона Клавы Коккини Дождитесь, ставьте лайк этому видео С вами был музыкальный канал Рассел Блок Я вас люблю, желаю вам хорошего настроения И прекрасной музыки в ваших ушах Вот эта фраза сейчас очень важна Пока Субтитры сделал DimaTorzok